Здравствуйте мои дорогие и все те кто заглянул на мой канал. Сегодня я буду готовить фаршированную свеклу и запекать ее в духовке. Итак, свекла. Беру такую крупную, проварила ее, сняла шкурку, теперь разрезаю, вытаскиваю ложкой в серединку, выковыриваю. Вот так. Так. Делаю гнездо для фаршировки. Выковыриваю сердцевину, аккуратненько. Так. Вот оставили такую, как бы форму сделали. И с верхней части тоже немножко вынимаем нашу свеклу. Так. И вторую. То же самое делаем. Разрезаем, срезаем верхушечку и выковыриваем ложкой в сердцевинку. Делаем углубление. Так. Оттаскиваем все это. Вот так. И здесь, с верхней части тоже углубление такое небольшое. Так. Так. Эту сердцевинку нам надо посыпать солью, потрусить просто солью, слегка. Так. Попельчить. Чёрным, молотым перцем. Покрышить варёную морковь. Вот я взяла две такие морковь. Вины. Сварила их, они варёные. Я их быстренько покрышу. Крупно вот так порежу. Не обязательно мелко. Добавлю в наш буряк, в нашу свеклу. Добавлю растительное масло. Где-то ложку столовую. Всё. Перемешаю. Если очень большие куски, можете их покрешить, порезать и подавить. Вот так, как я ложкой. Так. И это у нас будет, как бы, основа, подушка для нашего блюда. То есть я высыпаю уже всё это в ту форму, в которой я буду выпекать наш фаршированный буряк. Нашу фаршированную свеклу. Так, дальше отставляем пока в сторону. А это нам понадобится. Я беру грамм 100 варёного риса. Делаю фарш для заполнения свеклы. Так, у меня остались чуть прожаренные грибы с луком и с одним маленьким кусочком баклажана. Я их добавляю. Наш фарш высыпаю. Так, беру две ложки манной крупы. Посыпаю хорошо это всё. Взбиваю одно сырое яйцо. Добавляю оставшийся перец. Соль. Укроп. И нарезаю мелкими кусочками наш плавленый сырок. Если у кого-то нет грибов, добавьте сырой лук и плавленый сырок. А грибы не нужны тогда будут. Можно крупно покрешить, потому что он всё равно перемешается и расплавится нашим фаршем. Так, что я его перемешиваю вот так, крупненько. И сбрасываю наш фарш. Так, ну теперь нам остаётся хорошо всё это перемешать. И заполнить наши буречки, нашу свеклу, запаршировать. Можете попробовать, если вы хотите более солёное, добавьте ещё немножко соли. То есть соль добавляется и перец по вашему вкусу. Так, и фаршируем нашу свеклу. Так, приблизительно на две части я распределяю. Но если у нас останется, ничего страшного. Можно положить и рядом. Так, вот так с горкой, потому что у нас есть выемка. Я накрываю и помещаю в нашу форму, в которой будем выпекать. Заполняем второй наш буряк, нашу свеклу. Закрываем крышечкой. Вот такой вот. И помещаем рядом. Если фарш остался, сделайте пару ложечек. Положите рядом. Вниз. С одной стороны. И с другой. Вот и здесь рядом. Так. Так. Вот и всё. Теперь надо лишнее я убираю. Поставить наше блюдо на минут 30 в духовой шкаф при температуре 180 градусов. Что мы здесь? Ну вот я и достала наше блюдо с духовки. Сейчас посмотрим, что оно такое. Что у нас вышло. Запах идёт очень даже неплохой. Так. Ну что ж. Разрежем. Посмотрим, как оно внутри выглядит. Блюдо со свеклы готовят очень почему-то редко. А мне свекла нравится. А некоторые люди вообще её не едят и делают ошибку. Это очень вкусно. Ну вот, посмотрите, как оно выглядит. Так. Остаётся попробовать. горячее пока ещё. Так. Я посыпала укропом. Да. Сочетание сладкой свеклы с острой начинкой. Очень вкусно. Пробуйте. Рекомендую. Мне нравится. Можно только внутри перед тем, как начинять свеклу, посыпать солью и перчиком. чтобы не только фарш был просоленный, а ещё и сама свекла. Очень вкусно. Буду кушать. У меня всё. Пока. пока.